Всем привет! Это Миша и новости за прошедшие 7 дней в Америке. Значит, понятное дело, выборы это новость номер 1, 2, 3, 4, 5, 10, да. Значит, на данный момент результаты выборов еще неизвестны. Как я и говорил на прошлой неделе, я запишу отдельное видео с результатами, где я расскажу все в деталях по отдельным штатам, информацию там наиболее интересную, по губернаторам пробегусь и так далее, и так далее. Сейчас, что нужно, что, во-первых, уже известно, и что можно сказать в целом. Ожидаемой республиканцами так называемой красной волны, их цвет красный, как был Америке символ, красной волны не было. То есть, хотя все опросы предрекали им разгромную победу в Конгрессе, ну, в Нижней Палате, да. И, ну, скажем так, хорошие шансы на то, чтобы взять большинство в Верхней Палате. Значит, в Нижней Палате, может быть, они выиграют большинство, то есть 218 мест, может быть, даже, там, 220, но никаких 230, не говоря уж там о больших числах, судя по всему, речи не идет. Что касается Сената, то там тоже, в общем, у республиканцев все не супер. Они проиграли Пенсильванию, то есть там был республиканец, теперь там будет демократ. Ну, как бы, старый республиканец не выдвигался, ушел на пенсию, но вот новый не победил. Что касается каких-то, хоть каких-то успехов, пока, пока, и это просто один из штатов, в котором еще нету, как бы, ну, официальных финальных результатов, вот по Неваде лидирует республиканец. Если он выиграет, то там произойдет обратная смена с демократа на республиканца, тогда будет 50 на 55, но, правда, не совсем 50 на 50, 50 на 49. Почему на 49? Значит, в Джорджии, это чуть ли не единственный, наверное, штат, где в США требуется именно большинство для победы. Там будет второй тур, значит, там республиканский кандидат уступил около процента, но поскольку кандидата третьей партии, в данном случае либертарианской, набрал 2%, то 50% не набрал никто. Поэтому демократ и республиканец будут участвовать во втором туре, по-моему, в декабре его сказали, проведут. Понятно, все силы сейчас будут брошены исключительно на эту гонку, так что посмотрим, чем там все дело кончится. В любом случае, значит, либо у республиканцев будет 50 на 50, либо, если они выиграют ту гонку, и если ничего не изменится в Неваде, то тогда будет большинство, 51 на 49, посмотрим. Трамп за день до выборов проводил митинг своих сторонников в Огайо. Ну, он также там поддерживал, как бы, и кандидатов, которые в Огайо баллотировались. Вот, но, опять же, такие митинги Трампа, это его регулярное мероприятие, он ездит по стране, их проводит, и понятно, что это в первую очередь нацелено на его будущую президентскую кампанию. И он объявил в Огайо за день до выборов, что 15 ноября, через неделю после выборов, он сделает некое очень важное заявление. Ну, не стал говорить, какое именно, хотя все, естественно, считали это как то, что он объявит о своем участии в президентских выборах. Также за предвыборную неделю он несколько раз публично в медиа уколол Рона де Сантеса, губернатора Флориды, что, честно говоря, вызвало очень такую неприятную реакцию у людей. Ну, вернее, реакция нормальная, а в отношении Трампа было непонимание, да, неприятие его поведения. Почему? Он тоже губернатор Флориды, он сейчас переизбирается на должность губернатора, у него с Трампом нет открытого какого-то конфликта. И тем не менее, Трамп его так как-то поддевает, то есть фактически, да, вот его коллега по партии участвует в выборах, а Трамп его толкает под руку. Некрасиво. Вот, по крайней мере, то, как я это вижу, людям это вообще не понравилось. И после того, что произошло на выборах, мы можем ожидать, что будет сейчас очень большая борьба между ним и Трампом. Почему? Потому что, несмотря на в целом не очень успешное выступление республиканцев по стране, во Флориде, где, собственно, Рон де Сантис губернатор, там произошло просто что-то невероятное. Рон де Сантис выиграл там 60 на 40, хотя еще вот 4 года назад, когда он первый раз избирался, он еле-еле победил там что-то 40 тысяч голосов, да. Другие кандидаты, например, сенатор Марко Рубио переизбрался во Флориде тоже там, ну, с очень хорошим, очень мощным результатом. В целом, Флорида как раз дала республиканцам, ну, по-моему, три или четыре новых места в палате представителей. Там за республиканцев проголосовали там округа, где десятилетия они не выигрывали. То есть, совершенно четко как бы появилась вот эта картина, что де Сантис привел республиканцев во Флориде к сокрушительной победе. При том, что кандидаты, которых поддерживал Трамп по стране, они, в общем и целом, почти все провалились. И Трамп явно потерял, ну, какое-то такое моральное лидерство в партии. И я думаю, понятно, что там есть огромное число его фанатов, и они будут, и они никуда не денутся. Но даже вот на том митинге в Огайо, где он выступал, когда он, а он там перечислял всех, наверное, кандидатов основных, включая де Сантиса, как бы рекомендуя за них голосовать. Вот когда он назвал де Сантиса, то папа ему аплодировала очень громко, и как бы явно де Сантис сейчас воспринимается после этих выборов, как такая фигура номер один в республиканской партии. То есть Трамп потерял какую-то часть той магии, может быть, которая у него была. Так или иначе, посмотрим на то, как будут развиваться события, ихняя там внутренняя борьба. Но вот сейчас просто, что надо иметь в виду, Рон де Сантис очень реальный кандидат на данный момент на, скажем так, должность кандидата в президенты в 2024 году. Что касается хода выборов, то я бы сказал, что все было более или менее ничего. Каких-то митингов, хаосов, беспорядков этого не было. Да, ну, хаос небольшой был локально, где-то там ломались машины для подсчета голосов, эти урны электронные, да. Но в целом более или менее все ничего. Скажем так, пока я не слышал реально каких-то серьезных утверждений, что там где-то кто-то кого-то обманул, украл и так далее. Некоторые места, на которые, скажем так, хотелось смотреть внимательно, потому что были там какие-то сомнения, вот они вроде как довольно четко сработали. Вот, так что, в принципе, вроде бы больших сомнений, в частности, выборов нет. Опять же, вот последние несколько штатов, Аризона, Невада, которые сейчас еще считают, вот там, может быть, начнутся какие-то рассуждения, что кто-то что-то, вот в ходе подсчета этих хаосов по почте посланных, нахимичил, да, потому что, когда долго нет результатов, ну, это напрягает людей, и, скажем так, рождаются у них всякие нехорошие теории. Ладно, переходим к новостям, не связанным с выборами. Значит, небольшое обновление по нападению на полопиволосе заключается оно в том, что ничего нового неизвестно. Ну, действительно, как бы, что обсуждать, правда, в дом к третьему человеку государства вломился какой-то мужик. Это же не мотивы, информация, связи. Это информация абсолютно неважная для общественности. Вот, более того, сама Нэнси Пелоси давала интервью какому-то журналисту, такое, знаете, вот как это, когда сидят друг на друга против друга в комфортных креслах, такое дружеское интервью, да. И он спросил, вот как ваш муж, что он говорит. Я такая, а вы знаете, а мы с ним это не обсуждали. Он так травмирован произошедшим, что, значит, он вот не хочет об этом говорить. Все, мы это, мы это не обсуждали. Я ничего не знаю. Вы в это верите? Я в это не верю. Ладно. Касательно любителей гонять на Порше, да. Ну, если вы помните его за ДТП на Порше, когда он был пьяный, там, немножечко судили, да. Вот, другая дама в данном случае, которая ездила на автомобиле данной марки 5 лет назад в Нэшвилле, в Теннесси, она на своем, собственно, внедорожнике Порше, ну, судя по всему, Каен, наверное, не знаю, может быть, Макан, припарковалась в 3 часа ночи на улице. Она была не одна, а, ну, со спутником или спутницей, там, как это, на английском читаешь, не совсем понятен полчеловека, да, поскольку в языке такие глаголы. Так или иначе, вот спутник в этой истории не столь принципиален, принципиален некий человек по имени Джеральд Мелтон. Вот, она припарковалась, а Джеральд Мелтон, ну, он спал на улице, ну, потому что он был бомж. Вот, и, как вы понимаете, когда вы спите, а к вам в 3 часа ночи подъезжает громкий автомобиль с, там, с громким выхлопом и громко включенной музыкой, вам это не нравится. Вот, и Джеральд Мелтон, значит, стал с ней спорить, требовать то ли убрать машину, то ли выключить музыку, как бы история мутная. Так или иначе, как-то часто бывает, слово за слово она, значит, вроде как спросила у него, хочет ли он умереть этой ночью, а потом, значит, достала пистолет и несколько раз в его сторону выстрелила. Вот, пуля попала в живот, его прооперировали 3 раза, в итоге он выжил, вот, ну, и дальше, соответственно, она вместе со своим пассажиром села в машину, уехала, в полицию они не сообщали, вот, и сейчас, 5 лет спустя, такой тонкий, тонкий намек на то, как быстро в Америке работает правосудие, да, вот, значит, 5 лет спустя ей вынесли приговор, ее осудили на 11 месяцев и 29 дней заключения условно. Почему? Ну, потому что было принято решение, как бы, жюри присяжных, что вообще, как бы, в убийстве, в покушении на убийство она не виновата, ее судили за, это на русский, по-моему, непереводимо, ну, что-то типа, значит, безрассудное поставление человека в опасность, да, то есть, вот, выстрелить человека из пистолета, это либо это самооборона, да, тогда вообще никаких обвинений ей быть не должно, да, либо это, ну, как бы, в покушении на убийство, нет, ей предъявили очень странное какое-то обвинение, она, естественно, говорила, что да, да он, значит, ну, я испугалась, я боялась, он говорил, в свою очередь, что да он уже вообще уходил, ну, тогда странно, пуля должна была в спину попасть, если он уходил, короче говоря, история мутная, тут для меня просто самое интересное, вот это 5 лет, ребят, 5 лет длилась история, вот, сама эта женщина, ей на тот момент было 32 года, говорят, что она была немножко с придурью, в плане, что то какого-то ребенка грозилось кирпичом, значит, ударить, то на кого-то воду, что ли, вылила в ресторане, в общем, веселая барышня, то же самое, ну, она мать 4 детей, я не знаю, сажать ее на 20 лет в тюрьму, если она изменила свой образ жизни и не бросается на людей, ну, может быть, это, как бы, может быть, хорошо, пусть ходит на свободе, ну, и последняя история, это лотерея Powerball, разыгрывали рекордный джекпот, 2 миллиарда 40 миллионов долларов, абсолютная, ну, как бы, огромная цифра, я тоже решил поиграть, значит, сел на машину, поехал на заправку ближайшую, прихожу, а там очередь из людей, покупающих лотерео, это как раз вот вечер, когда должен был быть тираж, реально люди там, которые вообще никогда не играют, они там пришли, значит, еще, ну, они не знают, как там заполнять карточку такую, чтобы, значит, ну, свои номера выбрать, а не случайные, в общем, им там помогают, в общем, реально, на заправке очередь из людей, покупающих лотерею. Так или иначе, джекпот был разыгран, кто-то его выиграл, кто-то из Калифорнии, но понятно, что все 2 миллиарда он не получит, почему? Ну, во-первых, 2 миллиарда это если ты, как бы, берешь это платежами на 30 лет, а если нет, это так называемый кэш-опшен, и он даже, ну, чуть больше, чем в 2 раза меньше, то есть в данном случае это было 997, что ли, миллионов долларов, конечно, тоже фантастическая сумма, но отсюда свой кусок, там что-то 20, с чем-то процентов забирает государство, и в данном случае самый, как бы, печальный, значит, факт, человек выиграл в Калифорнии, там огромные налоги штата, соответственно, он еще, ну, еще, наверное, процентов 20, я сейчас могу ошибаться, но думаю, так, должен будет заплатить именно налоги штата, да, живем где-нибудь в Техасе, он бы платить ничего не должен был, у нас здесь налога штата на доходы физических лиц нет. Вот, так или иначе, кто-то стал очень богатый, с чем его можно, наверное, поздравить, вот, причем, что интересно, значит, тираж, представьте, вот, вся страна следит за номерами, да, они должны быть опубликованы на сайте лотереи, а заходишь на сайт, и там типа, извините, трудности, технические трудности, скоро будет, скоро будет, и вместо того, чтобы там вечером, ну, вроде, 10 часов вечера их опубликовать, их опубликовали там чуть ли не через 10, что ли, часов, из-за, как говорили, технических неповадок, то ли, значит, нарушения протокола безопасности, в общем, по итогу, вроде как бы, в каком-то из штатов, а тут как, это в каждом штате, как бы, своя лотерея, но они все вместе, как бы, образуют одну лотерею, и, как бы, проводится вот единый тираж, единый джекпот, но юридически, как бы, участники лотереи разные, вот, в каждом штате, и кто-то из участников не говорят, кто, то есть, в какой штат, там продолжали продавать билеты, то есть, типа, ну, вы не можете проводить тираж, если продолжают продавать билеты, в общем, что-то очень было странное, так или иначе, джекпот разыграли, кому-то он достался. Ладно, на этом на сегодня все, значит, напоминаю, наверное, ближе к выходным, когда будут результаты, я не знаю, в пятницу будет, будет в пятницу будет, в субботу будет, в субботу и так далее, будет видео с подробным анализом того, что произошло на выборах, кто сколько набрал, кто где победил, если вам интересна американская политика, приглашаю посмотреть это видео, вот, ну, а так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, пока! Пока!